Дракон На Новый год всегда происходили чудеса, говорят сотрудники, каждый из которых приложил руку к созданию праздничной атмосферы. Дети фотографируются, да, они подходят к елочке, им нравится камин, олов, то есть они с ним фотографируются. А этот маленький и веселый персонаж Дракоша – гордость станции «Безымянка». Его своими руками связала сотрудница, а в коллективе Дракоши дали имя Гоша для созвучности. Продумывать новогодние интерьеры здесь начинают еще в июле. Как говорится, готовься они летом, а в декабре игрушки и поделки размещают в вестибюле станции. Работа в замысле в творческом в течение лета, а зимой они приступают к реализации своих проектов, всей смены, всем коллективам. Так что люди у нас любят работать руками, не только занимаются своим делом, и дома в свободной обстановке занимаются творчеством. Напомним, ранее долгие годы каждый объект участвовал в конкурсе. Формировалась комиссия, которая оценивала новогоднее станционное убранство, исходя из разных критериев. Однако по желанию коллектива Самарского метрополитена, поддержанному дирекцией, было решено отказаться от выбора самых эффектных станций, поскольку все сотрудники с теплом и старанием подходят к украшению вестибюлей. Люди генерируют идеи, вкладывают не только свой труд, но и частичку души, желая создать уют и праздничную атмосферу, прежде всего для пассажиров, жителей и гостей Самары. Они подумали и решили, что это все-таки домашний праздник, и здесь, когда люди дома украшают елку и свою квартиру, они не подразумевают, что у них там должно быть лучше всех, а самое главное, чтобы было красиво и уютно для них самих. Новогодним оформлением метрополитен удивляет каждый год и заряжает праздничным настроением пассажиров, которые уже по достоинству оценили праздничный декор. Красота Российская тоже что-то езжает, тоже очень красиво понравилось, получается, там Дед Мороз нарисован, снегурочка, весь такой красочный тоже, мне очень понравилось. Здесь на выходе, где Кировский, там Дед Мороз и снегурочки, красивые сидят, да. К Новому году сотрудники муниципального предприятия Самарский метрополитен украсили все 10 станций. Отдельные декоры, целые инсталляции они создали своими руками. Добрая традиция существует с самого открытия подземки. При поддержке профсоюзной организации креативных декораторов обеспечили необходимыми материалами для создания праздничного антуража, наслаждаться которым жители и гости нашего города смогут до середины января. Ну а пока сотрудники Самарского метрополитена поздравляют всех с наступающим праздником. Желаю вам легких дорог, зеленого света везде и удачи. Ольга Павлова, Николай Сидоров, События.